Мы находимся в центре организации дорожного движения. Здесь ведется контроль за работой интеллектуальной транспортной системы. Каждый светофор, в который может автоматически увеличивать пропускную способность транспортных средств в том или ином направлении. В Рязани существует 26 умных перекрестков, начиная от Московского шоссе по Первомайскому проспекту, переходя на выезд из города в сторону Самары. Этот путь горожане и гости Рязани могут проехать под так называемую «зеленую волну», поскольку светофоры с помощью специального оборудования и камер, которые установлены на этих перекрестках, меняют интервалы своего включения от одной до пяти секунд, чтобы разгрузить дорогу. Сейчас я выхожу на перекресток и появляюсь в зоне видимости камеры интеллектуальной системы. В перспективе развития данной системы по инвестиционному проекту запланировано на 2017-2018 годах развитие данной системы еще добавить 27 светофорных объектов. Это будет выезд на Восточную окружную и на Северную окружную в основном. Ну и Дежинку немножечко мы перекроем. Автоматизированные системы управления дорожным движением будут установлены там, где существуют затрудненные участки дорожного движения. Не только благодаря светофорам, но и с ремонтом дорожного покрытия, появлением платных парковок, специальных карманов на остановках для общественного транспорта меняется общая ситуация на улицах города. Недавно Рязань посетил заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов. За два года в Рязани стояла задача значительно улучшить показатели обстановки на дороге. Мы решили в первый год как можно больше покрытия отремонтировать, для того, чтобы действительно там жители увидели реальную картину. Потому что вот интеллектуальная транспортная система, реальный житель, увидеть ему сложно. Можно, конечно, скажем так, как-то ощутить, и кто знающий, понимает, что да, почему я еду там по улице Первомайской, да, где там 26 вот этих перекрестков, вы там управляете движением. Но я думаю, что об этом знают, ну там, 100 человек в городе. Однако с появлением новых умных перекрестков зеленая волна станет более ощутимой. К тому же недавно в результате погодных явлений некоторые из автоматизированных систем были повреждены. Во время грозы повредилась часть оборудования. В бюджете городском, к сожалению, на большой такой ремонт не заложены денежные средства. Ждем, когда будут финансирования, и мы будем устанавливать несколько поврежденных светофорных объектов, для того, чтобы возновить так называемую зеленую волну в городе Рязани. Так что, когда все перекрестки вновь заработают в полном объеме, граждане даже в час пик заметят, что по центральным улицам Рязани можно проехать через весь город, как и прежде, очень быстро. Сейчас под контролем Центра организации дорожного движения находятся в общей сложности 117 перекрестков со светофорами, включая 26 интеллектуальных. А еще совсем недавно такой роскоши не приходилось и мечтать. Первый светофор в Рязани появился в 1949 году на площади Соборной, где сейчас находится конечная остановка первого троллейбуса. С годами развитие шагнуло вверх настолько, что сейчас в городе существует около 20 пешеходных светофоров Т7, работающих на солнечных батарейках. И, может быть, в скором времени в Рязани появятся светофоры, которые способны в зависимости от времени суток самостоятельно контролировать яркость своего сигнала для того, чтобы экономить городскую электроэнергию. Ночью они могут светить бледнее, а днем ярче. Такое оборудование уже существует в других странах. Субтитры создавал DimaTorzok